Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня, 15 октября, мы открываем очередной семинар по рабочему движению, Российский комитет рабочих. Значит, предварительно всем приглашенным была освещена повестка, сейчас я вас с ней ознакомлю. И были внесены изменения в вопрос повестки, вот за данные изменения лиц с решающим голосом нужно будет, если вы согласны с данным изменением, проголосовать. Утвердим повестку, регламент и приступим непосредственно к работе семинара. Значит, озвучиваю повестку. У нас 4 вопроса, которые нужно будет рассмотреть. Значит, первый, о борьбе за 6-часовой рабочий день. Второй вопрос, уже я буду говорить с изменением, или сначала сказать, как он звучал в исходе. Значит, предлагается, да, борьба за заключение и выполнение прогрессивных коллективных договоров. Это второй вопрос. Третий вопрос, ход перспективы развития забастовочной борьбы. И четвертый, обмен опытом борьбы за улучшением условий труда. Предлагается следующий регламент работы. Начало... На идее. А, за повестку, да. Кто за предложенную повестку, прошу голосовать. Единогласно. Спасибо. Значит, нам нужно принять регламент. Начало в 10, но мы немножечко отклонились, да. Работаем до 18.00. В 13.30 у нас обед. Ну, и предлагается каждые полтора часа делать коротенький перерыв. Минут на 5-10. Чтобы было комфортно работать. Ну, в принципе, кто за предложенный регламент, прошу голосовать. Одиногласно. Принято. Какой регламент? Сколько на выступление? А, по выступлению. Это я в целом о работе. По выступлениям, значит, докладчикам до 15 минут, со-докладчикам до 7 минут, и в премиях предлагается до 5 минут. Кто за предложенный регламент? Спасибо. Так. Ну, начинаем работу, уважаемые товарищи. У нас первый вопрос. Для доклада приглашается Золотов Александр Владимирович. Золотов Александр Владимирович. Доктор экономических наук, профессор, научный консультант Российского комитета рабочих. Уважаемые товарищи, в повестке дня стоит вопрос о борьбе за 6-часовой рабочий день. И может показаться, что рассказывать-то, может, и не очень, да, можно теоретически поговорить, какая должна быть борьба, а если опыта такой борьбы нет. Ну, я напомню, что вообще говоря, у нас этот вопрос возник не случайно. В той программе профсоюзной задачи коррективных действий, которую мы, в общем, рассматриваем, реализацией которой занимается уже близко к 10 годам, эта задача стоит, и она стоит не случайно, она, вообще говоря, выступает результатом борьбы рабочего класса. Только эту борьбу мы должны рассматривать не в разрезе, скажем, последних лет, не в разрезе нашего поколения, потому что вот наше поколение еще пока не очень за это боролось, не очень знает, а в таком большом историческом масштабе. И вот когда мы с этой точки зрения подойдем, мы выясним, что вообще говоря, рабочий класс, и именно рабочий класс России имеет большой опыт борьбы за 6-часовой рабочий день. Это не только опыт побед, это опыт поражений, но нам важно как раз и знать, это опыт весь целиком, чтобы опираться на достижения и избежать поражений в будущем. Значит, когда появилась постановка задачи о введении 6-часового рабочего дня в России? И кто ее выдал? Уважаемый товарищ, она появилась достаточно давно, в 1919 году, на съезде Российской коммунистической партии большевиков, была принята программа, которая содержала эту задачу. в дальнейшем при повышении общественной производительности труда в 6-часовой рабочий день и обязательством каждого трудящегося уделить 2 часа, сверх того, для изучения основы производства, техники и государственного управления. То есть в 1919 году, когда была ожесточенная гражданская борьба, представители рабочего класса, а партия это и есть, передовой отряд рабочего класса, сформулировали эту задачу, к которой должны прийти. И поэтому, вообще говоря, рабочий класс что делал в гражданскую войну? Он отстаивал уже достигнутые завивания в 8-часовый рабочий день, но и боролся за то, чтобы открыть перспективу движения к 6-часовому рабочему день. То есть мы вот все время думаем, за что боролись? За власть, само собой, но и за решение таких задач. То есть уже тогда, в самое суровое время, было поставлено этой задачей, и как ее решали, еще раз говорю, как за нее боролись? Боролись с оружием в руках, против интервентов, против беляков и так далее, чтобы открыть дорогу к 6-часовому рабочему день. Это вообще-то опыт борьбы. Такой борьбы, которую, так сказать, мы не встречали, и надеемся, что по происшествии в времени нам не придется так бороться. Но вот, как это было. Значит, как же дело было дальше, обстояло? Вот хорошо, значит, победили гражданскую войну, естественно, можно было приступать к реализации этой цели. Но для этого что надо было сделать? Восстановить народное хозяйство, чтобы обеспечить повышение позволительности труда. И вот восстановительный период закончился, к 1927 году. Какая была выдана задача рабочим классам? В лице, его лучших представителей, в лицо его партии, переход к 7-часовому рабочему дню. То есть вот эта задача 6-часовой рабочий день, там есть этапы к ней, движения. Да, вот конечные станции, есть некоторые промежуточные. Вот 7-часовой рабочий день была промежуточная станция. И уже тогда, когда вводили 7-часовой рабочий день, уже в партии было сознание, звучали голоса, это в документах можно найти, что 7-часовой рабочий день, значит, это лишь некоторый промежуточный этап, что нам во второй пятилетке, которая началась с 1932-1933 годов, предстоит переход к шести часовому рабочему дню. То есть, вообще говоря, то, что нам кажется несбыточным каким-то, ух, мы махнули, шесть часов в нашей программе включено, ох, какая далекая перспектива. Да люди сначала, это очень близкая перспектива, с оружием в руках боролись, потом в ходе строительства социалистической экономики, и, в общем, было полное впечатление, что это достижимо в середине 30-х годов. Но борьба на то и борьба, что в ней не только бывают достижения, но и прожить. Очевидно, что не всем далеко устраивало то, что сокращение рабочего дня уже до семи часов создает возможность для активной работы рабочих не только на производстве, но и в государственном строительстве. Значит, мы знаем, что десятки тысяч рабочих после введения семи часового рабочего дня участвуют в таких форумах, как шефств в заводах над госаппаратом, не над колхозами, а над министерствами. Они приходили туда, проверяли, что делается, и там этот завт и дух бюрократии исчезал. Но раз они вступили в такую борьбу с бюрократизмом, и шла речь уже об его искоренении, то, конечно, можно предположить, какой саботаж и какое сопротивление со стороны этой отмирающей бюрократии встретили наши первые рабочие. И вот я рассматриваю тот факт, что с переходом ко второй пятилетке задача введения шестового дня была отложена, а со второй половины 30-х годов много чего было потеряно и в смысле государственного участия рабочего управления отражает ход этой борьбы. Когда в бюрократе, почувствуя себя по последней черте, активизировался под всякими красивыми лозунгами, что рабочие должны работать, что если рабочий занимается шефством заводов над госаппаратом, то всрывается выполнение техпромхемплана, все это музыкому сигнализму, что рабочий это тот, кто у станка. Вот у бюрократов это было представление. Очевидно, эта волна возгладала, и возгладала в том числе и в партии, и задачу введения шестичасового рабочего дня как-то отложили. Ее никто не отрицал, потому что в партии эта требования оставалась. Но как-то об этом перестали говорить. Ну и тем самым и осуществлять такое внедрение. А потом уже прикрыла война. Но война, тут надо было резко увеличить производство, и, конечно же, в ряду мер подготовительных был отказ от семичасового рабочего дня, переход к восьмичасовому рабочему дню в сороковом году. Отказ от отпусков, от увольнений и так далее. А уж когда война наступила, там просто было законено сверхурочное. И все это понимали прекрасно. Да, это было в интересах рабочего класса, потому что только так можно было компенсировать уход на фронт десятков миллионов людей, и только так можно было обеспечить достойное вооружение нашей воюющей армии. Значит, тут я скажу так, что можно рассматривать таким образом, что внешние силы, силы империализма затормозили реализацию сокращения рабочего дня. В этом смысле это было объективно и для нас не устранено. После завершения войны, значит, надо было восстанавливать разрушенное народное хозяйство, учитывая, что 27 миллионов погибших, из них и несколько миллионов рабочих. Что это означало? Значит, надо было работать по 8 часов в день и так далее. Но когда задача приблизилась к его завершению, постановлению народного хозяйства, то снова в партии, и это отражало настроение передовых и сознательных рабочих, был поставлен вопрос о возвращении хотя бы к 7-часовому рабочему. И это возвращение началось с конца 50-х годов, и, видимо, настрой такой был сильный, что, несмотря на всякие эти хрущевские штучки, тем не менее, пошел поворот к сокращению рабочего дня, он снова был введен 7-часовой рабочий день, и дальше представил какой шаг. Действует эта программа партии, которая, так сказать, вот в конце 50-х годов, которая была принята в 19-м году, где шла речь о 6-ти часовом рабочем дне. Значит, Хрущев, который эту программу выкинул, потому что там была диктатура предусмотрена, тем не менее, не рисовал выкидывать, может быть, это был внутренний напор такой со стороны партийных организованных рабочих. Не рисовал выкидывать и новую программу введения 6-ти часового рабочего дня, прогласил его к 80-му году, опять на 20 лет отложил, на 20 лет, хотя уже в конце 20-х годов было понятно, что это вопрос очень близкой к перспективе. Он опять далеко очень отложил на 20 лет эту перспективу. Значит, то есть, сколько мог, могли партийные бюрократы, и бюрократы и государственные, и профсоюзные, значит, сокращение рабочего дня тормозили. Ну и очевидно, что вот Хрущевский надлом, надлом я имею ввиду коммунистическое развитие, отказ от диктатуры бюрократа, нанес тяжелейший удар по позициям рабочего класса, в том числе и в партии, и в государстве, и вот на фоне этого надлома силы реакции, а по-другому нельзя это назвать, взяли верх. И в 67-м году съезд партии сначала, а уж после съезда партии сесть на все государственные органы, и профсоюзные ВССПС, и, значит, Верховный Совет СССР узаконили 5-дневную рабочую неделю. На самом деле, что узаконили? Узаконили возврат к 8-часовому рабочему дню. Узаконили. Под красивым лозунгом, что мы даем два выходных, отдыхайте, ребята. Действительно, надо было отдыхать после того, как забрали на буднях целый час. Это был тяжелейший удар. Это была реакция, это было серьезное поражение рабочего класса. Сокращение свободного времени на час сыграло колоссальную негативную роль. Рабочие потеряли возможность заниматься повышением квалификации в значительной степени. Статистика показывает, что активность производственных совещаний резко упала после этого. То есть там, где рабочие вносили предложение по совершенствованию производства. Значит, заторвозился рост, или, точнее говоря, заторвозилось повышение производительности труда. Естественно, в таких условиях ни о какой серьезной работе рабочих, в смысле участия в государственном управлении, не было речи. И все это сверлось к декоративному, так сказать, подниманию рук. Естественно, на такой базе невозможно было восстановить шествие заводов над госпаратом, тем более, что и политической воли к этому не было у партии, которая уже была довольна тем, что рабочих наконец-то привязали к станкам. Наконец-то они стали заниматься чем и должны? Работе у станка каждую рабочую минуту. Ведь так привязанно принималось. Каждую минуту, так сказать, в работе. Значит, один сидит там, а здесь вот каждую минуту. И не-не-не, не займись государственной работой. Не проведи, значит, рабочие собрания и так далее. Конечно, все это проводилось, но это была некоторая уже такая позиция отступления, сохранения прежнего, а не движение вперед. На такой базе, естественно, мы пришли к тому, что к середине, к рубежу 90-х годов рабочий философ полностью потерял возможность влиять на государственный аппарат, да и охоты на это уже не было влиять, потому что там вредились коммунистов, а делали прямо антикоммунистические вещи. Значит, понятно, что когда победа капитализма была узаконена, был бы страшный разгром и православных рабочих организаций, и коммунистических организаций, но, естественно, задача отступила на задний пол. И вообще, она и практически не звучала задачей действующего рабочего дня. Должен сказать, что коммунистическая партия, когда бы она не действовала, когда она действовала, скажем, в подборе, она всегда успевала большие задачи на выроске, и отличала коммунистов. Скажем, когда рабочий день был 11 часов, 10 часов, программа стояла 8-часовой рабочий день, да, когда стало полегче, в 6-часовой рабочий день. Вот должен отметить, что в политических силах, которые претендовали на роль гвардей рабочего класса, борьба за сокращение рабочего дня до 6 часов ушла далеко. И поэтому в этом смысле в 90-е годы это какой-то провал. Вы не найдете ни одной политической силы, которая бы уставляла это требование. Так долго не могло быть. Мы с вами понимаем прекрасно, что если мы потерпели поражение, то мы понимаем, что это поражение временное. Мы, я имею в виду рабочий класс России. И, естественно, вполне закономерно, что вот в программе реалий политических сил, например, общественных день рабочей партии России. Значит, в программе задачи коллективных действий снова выставлено требование сокращения рабочего дня до 6 часов, понятно, что с сохранением зарплаты. Значит, снова мы должны бороться за тот шаг, который, так сказать, напрашивался еще 100 лет назад. Но большая оказалась задача. Оказывается, что это такая задача, которую не удалось решить двум поколениям. Значит, третье поколение рабочего класса и его сторонников должны эту задачу решать, так сказать, за нее бороться. Ну, а чтобы за нее бороться, во-первых, надо осознать, что она совершенно необходима. Я думаю, в нашей аудитории не надо доказывать, что 8-часовой рабочий день устарел, что он не дает возможности рабочим не организоваться толком, не дает возможности развиваться, не дает возможности полноценно общаться с семьями, то есть просто уже не отвечая современным требованиям. Совершенно необходимо вводить 6 часов рабочий день. Такое введение нужно для нашего производства. Это позволит нам лучше использовать оборудование. Вчера на конференции совершенно отмечалось, что сейчас, когда рабочих не хватает, и все, значит, две смены. Ну, какой смысл организовывать? Значит, тогда они две смены делают, а восемь. А потом, говорят, останься на сверхурочные. И, значит, из одного работника делают 12 часов, да? Так это, так сказать, преступление. Потому что, так сказать, возраст нашего рабочего класса такого, что через 5 лет делать вообще и смену одной не из кого будет. Наши люди не понимают. Они все думают о финансах, о займах, о агентационном климате, о том, что деньги притекут, только рабочих не будет. Вот сейчас перед какой чертой мы стоим. Речь идет о спасении рабочего класса в физическом прямом смысле. Люди будут, население будет, рабочих не будет. Потому что в таких условиях никто не желает трудиться. Здесь, конечно, нас при них труд не ведут, да? Но такое тоже вроде уже проехали. То есть, короче говоря, сокращение рабочего дня до 6 часов – это жизнь необходима. Как для развития рабочих. А рабочие – это главная производительная сила. Так, естественно, и для развития производства. И поэтому мы должны это выяснить, сделать его первоочередным. Потому что борьба, скажем, на зарплату, мы об этом будем говорить. Когда возможно? Когда рабочие действуют коллективно. А когда они могут действовать коллективно? Когда у них есть время для организации. Вот сегодня так отступил рабочий класс. После раздрома коммунистической партии и ее предательства. Что у него просто времени для организации. И какой же тут рост, какое повышение заработной платы. Поэтому, вот сопоставляя две задачи, которые мы рассматривали здесь. И вот я думаю, что этим можно закончить. Задачу доведения заработной платы до уровня стоимости рабочей силы. И задачу сокращения рабочего дня. Мы должны определить приоритетность решения этих задач. Полагаю, что сейчас мы должны уже, с учетом того опыта, который мы имеем, борьбы за повышение заработной платы. И опыт этот больше негативный. Потому что мы выставляем лозунг, а бороться нет возможности. Потому что люди не имеют времени для борьбы. Надо, по-моему, поменять приоритеты. И сказали, что первоочередной, основной задачей борьбы профсоюзных рабочих организаций является борьба за сокращение рабочего дня. И на этой основе, и опираясь на эту предпосылку, борьба за повышение заработной платы. И я хочу сказать еще одно слово за такое уточнение приоритетов. Дело в том, что стоимость рабочей силы денежного рождения во всех местах разная. Вот в Москве нас, товарищи, посчитал 277 тысяч. Значит, в Ленинграде 240 тысяч. В Балахне 120 тысяч. И когда мы выставляем лозунг, боремся за 270 тысяч. Значит, Балахне, как же так за 200 тысяч? То есть, в принципе, это требования общие для всех. А количество выражений разное. И солидарность здесь и здесь трудно достичь. А вот если мы выставляем 6 часов рабочего дня для всех, то это точно требования солидарные, которые всех объединяют. И мы можем бороться за свой уровень заработной платы. Мы там в разном положении. Но все вместе, в каждом коллективном действии, на отдельном заводе, на отдельном участке, выдвигать требования 6 часов рабочего обучения. Это то, что, безусловно, объединит всех борющихся рабочих и работников. Я думаю, что вот это послужит продвижением коллективных действий в России. А успеху можно добиться, как мы поняли, только коллективные действия. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопросы? Товарищи, вопросы к докладчику? Вопрос, можно, пожалуйста. У меня вопрос при земле. Хорошо, сделаем мы 6-часовой рабочий день. Но надо же к этому присовокопить, чтобы заработка плата нижнего. Вот об этом тоже говорить автоматически. Потому что если останется тот же прежний, то мы потеряем. Значит, Александр Николаевич, ну вот если мы боремся за 6-часовой рабочий день, здесь два аспекта. Что, во-первых, если мы его введем, то у рабочих возможность бороться за не просто сохранение, а за повышение своей заработной платы, будет многократно выше. И мы всегда уже об этом здесь говорили давно. И вот когда у нас доктор и приезжали, они говорили, что больше зарабатывает не тот, кто больше работает, а тот проводит активные коллективные действия. Это закон профсоюзной борьбы. В таком условии 6-го дня, я думаю, что такая будет активность невидная, что вот наши проблемы с повышением заработной платы, с индексацией и так далее покажутся просто вот не серьезно. А с экономической точки зрения... Просто как-то улятся. Конечно. А с экономической точки зрения, еще раз говорю, что или повышение заработной платы, или сокращение рабочего дня – это проявление повышения производительности труда. Поэтому все на этом базируется. Но с другой стороны, когда мы добиваемся сокращения рабочего дня, мы стимулируем наших капиталистов к использованию передовой техники и передовой технологии, заставляя их принуждаем к повышению производительности труда. Так что все складывается в одно. Поэтому рабочий класс ставит и решает такую задачу – обеспечивает развитие производства, а не логичным ущербом. Конечно, будут говорить, что вы хотите нарушить и так далее. Все наоборот. Александр Николаевич, я слишком редко ездил. Ну почему? Выпадает информация у тебя. У тебя все не выпадает. Товарищи, кто-то еще хотел выступить по данному вопросу? Нет, вопрос. Вступление будет. Докладчик? Хотел бы дополнить по поводу безнадородного опыта вопроса. Так, вопрос или выступление? Пока вопрос. На вопрос, да. У нас в местах была представительница Куренской партии в Германии. И она рассказала, что у них еще на тот момент эта сдача борьбы за архитектурные опыта была одной из текущих повседневных. И она показывала значки, которые выпускала партия. И подобные акции у них проходят регулярно. Известна ли вам о том, в каких странах борьба за силу успеха за штичасовой рабочий день? Я тебе спасибо, как это очень важно, чтобы понять, что мы здесь не такие большие новаторы. Мы таким новатором были в 2019 году. А сейчас это такое новаторство. Выступать и бороться за штичасовой рабочий день. Ну вот, это требование выдвигалось профсоюзными организациями, так сказать, передовых зарубежных стран, можно сказать, капиталистических стран, вещи с вами называют, достаточно давно. Скажем, в середине 90-х годов Конгресс норвежских профсоюзов, то есть там и сидят и чиновники, и пробирага, кто угодно, вот выгнал эту задачу борьбы за штичасовой рабочий день. Значит, поэтому это известные требования. И борьба, видимо, идёт, и она достигает некоторых успехов, потому что на отдельных предприятиях считают, что там, значит, шесть часов, кто там. Но это не получило ещё политического звучания, потому что как-то партии, которые как будто бы раньше стал демократ, и тоже за рабочий день, что-то этого не слышно. Вот они не с этим всегда выходят. Раз не получило политического звучания, то она и получила всёобщего размаха такого широкого. То есть она идёт на таком зачастшем состоянии, в очаговом состоянии. И, кстати говоря, и приносит успехи. И тихой сапой, вот мы говорим в Швеции, уже они впрямую на фирмах вводят шести часов рабочий день. То есть это проходит. Это отражает, с одной стороны, то, что назрело такое, так сказать, мероприятие, такой переход. А с другой стороны, вот слабое звучание и отсутствие такого широкого размаха о том, что политические представители рабочего класса, что у нас, что за рубежом, коренной задача сокращать рабочий день для рабочих, изменили. Ничего вопроса, товарищу есть? Вопрос? Как экономист, какое политико-экономическое содержание вот этого лозунга «За шести часов рабочий день»? Мы знаем, что любой рабочий день делится на необходимое время и прибавочное время. Что меняется при сокращении рабочего дня до шести часов? Значит, Денис Борисович, я хочу сказать, что при капитализме даже шесть часов будут делиться на две категории. Необходимые рабочие и прибавочные. То есть введение шести часов рабочего дня капитализм не убивает. Это вот надо успокоить господ капиталистов и развеять иллюзии рабочих, что если мы сократим до шести, то весь продукт будет нам. Ничего подобного. На самом деле и сейчас необходимое время рабочее составляет, может быть, от силы час-полтора в рабочем. А все остальное забираю. Поэтому это будет что означать? Что сократятся масштабы абсолютного производства абсолютной прибавочной стоимости. То есть производство за счет удлинения рабочего времени. И будет увеличиваться производство относительной прибавочной стоимости. То есть такой способ увеличить производство прибавочной стоимости, который связан с техническим прогрессом. Я думаю, что рабочему классу, конечно, предпочтительнее второй способ, который связан с прогрессом, с развитием производства, с повышением квалификации рабочих, а не просто с хищническим, значит, истреблением, с хищнической эксплуатацией рабочей силы. Вот лозунг сокращения рабочего дня закрывает для капиталистов и осложняет до крайности увеличение производства абсолютной примавочной стоимости. Это тоже очень важный эффект. Спасибо. Наша война работает. Так она всегда идет. Только в этой войне пока рабочий класс бьют, 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 бьют. Вот это, знаете, как с дикарями в свое время империализм. Это даже за войны считалось. Ну, приехали, из пушек постреляли, если разбились. То есть вроде как и не война, но это была война, которая одна страна была значительно слабее. И в нашей ситуации рабочий класс потенциально сильный и мощный, но поскольку он здесь организован, поскольку не видит политического руководителя, он слабее оказывается. Поэтому пока бьют. Какие законодательные акты должны быть приняты на федеральном уровне для введения шестичасового рабочего дня? Вот это самое введение шестичасового рабочего дня, это и будет главный федеральный акт. Закон о переходе, о введении, я с вами согласен. Это делается неоднократно. Но тут можно посмотреть на опыт. Скажем, во Франции вводили 35-часовую рабочую неделю. Предоставлялись льготы тем, кто это делал. То есть тут надо подумать, что вот так это мягко-мягко-мягко, но тем не менее в эту сторону. Все делается. Вообще первый закон – это закон о сокращении рабочего дня до шести часов. Я думаю, что давайте для себя решим, на всех местах будем бороться и хоть в каком-нибудь коллективном трудовом споре это выставим. И тогда можно дальше, так сказать, и двинуть поправку. Я напоминаю, что вообще говоря, у нас в целом есть проект Трудового кодекса, где, правда, пока 7-часовой рабочий день. Вот я думаю, надо поправить нам этот проект и занести туда эту более норму. Прогрессивный инфлятор. Только это в наших силах. Проекты Трудового кодекса мы можем точно внести. Я думаю, что надо порекомендовать Фонду Рабочей Академии, потому что это автор. Вот от нашего российского комитета рабочих это сделать без лагательства. Я не думаю, что они будут сильно сопротивляться. Вы сказали, что нужно делать решение приоритетов. Да, уточнение приоритетов, да. Как скоро это все начнется делать? Да как скоро? Как всегда делается? Для себя мы принимаем такое решение. Дальше наше решение, это постановление, это рекомендации всем действующим организациям. Вот те действующие организации, которые осознают это необходимость. А я думаю, что они быстро осознают, потому что зарплату сколько берите, только все отступаем. Уже до андексации свалились и никто ничего не дексирует. Осознают это необходимость и будут это принимать и применять. И я надеюсь, что очень скоро, вот мы тогда что увидим? Что хоть кто-то выгнал бы вот такой требуем, прийти к тому скоро. Я полагаю, что там так будут шарашены наши партнеры с другой стороны, что некоторые вещи, которые сейчас трудно проходят с повышением реальной зарплаты над уровнем инфляции на 2-3%, легче пройдут. И когда нам будут говорить, мы тогда уже будем агитировать не по теории, а по опыту. Как всегда мы это делали? Ну надо на счастливую задачу. А вообще-то для того, чтобы более действенной была мера, наверное, как-то надо двигать где-то в законодательных органах. У нас вообще есть на кого можно ответить в законодательных органах? Не знаю. Вот здесь пока я не вижу. Трудно сказать, что кто-то выгнал. Хотя бы лучше им, Олег Васильевич. А нашел депутатов уже? А, да. Может, кстати, к этому вернуться, да. Вот я говорил. Может быть, стоит обратиться к нему, проверить еще раз. Он в свое время вообще целый кодекс носил, поднялся. Жег ли он мосты? Может, не жег? Ну тогда что же, мы его... Опробуйте. Чтобы попытка-то была. Хорошо. Вопросы. Вопросы, пожалуйста. Она может начать с того, это в качестве вопроса, одновременно такой вот задумка. Для рабочих 6 часов, а для офисов, для офисных планктонов, так называемых, например, да? Нет, почему? И 8 часов. Например, как первый этап. Как вы относитесь к такой постановке вопроса? Я не говорю, что это я предлагаю. Но если такую постановку вопроса поставить? Олег Анатольевич, я вам хочу сказать, что я бы не стал так говорить. Ну, кто сделает первое, тот и сделает 6 часов рабочие. Здесь вот, скажем, сделают авиодиспетчеры, которые страшно страдают от смены работы. Страшно. Трудно прижел. И вдруг они сделают 6 часов рабочие смены, и, так сказать, фонд рабочего имели. Это будет хороший пример. Давайте здесь сделаем профсоюзные соревнования. Только я о другом хочу сказать. Что это сделать, чтобы это сделать, нужно иметь сильные профсоюзные организации. Я вас уверяю, что там, где речь об офисном платоне, там сильных профсоюзных организаций не найдется. Да и вообще нет. Поэтому первым это, если и сделают, то сделают рабочие организации. Когда рабочие организации и сделают, тогда остальные за ними потянутся. Поэтому давайте ко всем обратимся, а сами про себя будем знать, что без профсоюзной организованности это не добьешься, а профсоюзная организованность, по правилам, выше производственных коллективов. Поэтому рабочие семьи сделают 6 часов. А уж остальные, пусть, подтягиваются. У Шейна надо проверить. Ну, может быть. Может быть. Как он отреагирует? Олег Викторович. Вопрос. Александр Владимирович, все-таки непонятно, это политэкономическое существо-дело. Вы сказали, что необходимая часть рабочего времени, ну, часа. Я согласен. Или когда меньше даже. Может меньше. А с другой стороны, в общем-то, в современном капитализме норма прибыли-то не акти какая. Тише, вообще ничего не слышит. Процент очень маленький. Ну, 5% это много. Вот. Куда ж труд-то разбазаривается? Так, значит, Лев Викторович, значит, на прибавочные стоимости в современном обществе живут 80%. Так вот, минимально. 80% населения. И поэтому, когда мы рассматриваем норму прибыли, скажем, работников, я не знаю, ну, предприятия какого? Какого-нибудь информационного предприятия, фирмы, непроизводственной сферы, то что там выясняется? Это, на самом деле, распределение прибавочной стоимости, изъятое из материального производства между рабочниками этой фирмы. И, конечно, выстается очень мало. Их привязывают к уровню зарплаты рабочих и, значит, владельцам этой фирмы. Но, на самом деле, речь идет о распределении прибавочной стоимости. Поэтому, по большому счету, норму прибавочной стоимости, как можно определить? Вот сколько продуктов уходит в непроизводственную сферу, потому что остается производственная работа. А дальше все это просто маскируется. Поэтому не беспокойтесь, низкая норма прибыли в непроизводственной сфере маскирует тот факт, что это идет дележ прибавочной стоимости, которая достигает гигантских размеров, если мы берем ее в отношении к труду рабочих. А банковская сфера как жрет? То же самое. Ну, то же самое посажу. Конечно. У нас-то процент... О, какой! У нас за двести процент. Ну, видите, даже... Тут грабеж вообще за границей не описывает. Александр Владимирович, вот вопрос. Как Вы считаете, будет ли разумным или, может быть, как-то еще по-другому сформулировать, если сделать онлайн петицию на подпись и отдать ее на рассмотрение влияющим органам на подписание вот этого как раз шестичасового рабочего дня? Я думаю, это у Вас уже... Вот это очень важно. Что важно? Что пошли конкретные предложения. Как двинуть эту идею в жизнь? Как ее, сказать, ознакомить, с ней? Как можно более широкие слои рабочих придачих? Вот, наверное, стоит это посмотреть. Я, например, предлагал сделать на каком-то сайте счетчик, за 64-й день. Голосуйте, заходишь, проголосовал и так далее. Наверное, еще есть какие-то способы. Давайте об этом подумаем. На это уже чуть выходит, скорее, обсуждение того, как это сделать. Я бы не ставил такую задачу. Предложите эти способы. Давайте вместе о них подумаем. Спасибо. Спасибо за содержательный доклад, за ответы на вопрос. Товарищи, вопрос действительно актуальный. И кто бы, может, хотел бы свое видение непосредственно по данному вопросу высказать? С решающим голосом. С решающим голосом. Пожалуйста. Это не с решающим голосом. Ну, если нет, с решающим голосом. Товарищи. Рабочие. А, Герасим Иванович, вице-президент фонда рабочей академии. Значит, рабочие, они даже в рахматы еще неграмотные времена интуитивно чувствовали приоритетность вот этого требования сокращения рабочего дня перед другими. Вот Маркс в «Капитале», он упоминает акт в английский правительство 1847 года, который ограничивал рабочий день десятью часами по сравнению с двенадцатью, пятнадцатью, восемнадцатью и более бывшими до того. Вот, и когда этот акт был издан, то при таких обстоятельствах началась агитация среди рабочих за отмену акта 1947 года. Не брезгали никакими средствами обмана, сообразных угроз, но все было четно. Если удалось собрать партюжины петиции, в которых рабочие жарвались на угнетение их этим актом, то сами же петиционеры при устном опросе заявляли, что подписи их были вынуждены. «Они огнетены, это правда, но кем-то другим, а не фабричным актом», – упоминает вот один товарищ. Но если фабрикантам не удалось заставить рабочих говорить в жирательном для них духе, тем громче они сами кричали от имени рабочих в прессе и парламенте. Они поносили фабричных инспекторов, как своего рода комиссаров конвента, которые безжаростно приносят несчастных рабочих в жертву своей химере об улучшении мира. Но этот маневр не удался. Фабричный газоинспектор Леонард Хорнер лично через своих помощников собрал многочисленные свидетельства, связские показания на фабриках Анкашира. В conocx eran ấy – 70% опрошенных рабочих высказались за 10-часовой рабочий день, гораздо менее значительные за 11-часовой рабочий день и совсем незначительное меньшинство за старый 12-часовой рабочий день. И здесь необходимо добавить, что в те времена никто так вопрос о сохранении заработной платы при уменьшении рабочего дня не ставит. Само собой подразумевалось, что уменьшение рабочего дня превречило за собой пропорциональное уменьшение заработной платы. И тем не менее такое вот отношение. Значит, наиболее известное пожаровоступление рабочих 19 века Это Чикагская демонстрация 1986 года, 1 мая, расстрелянная Она была посвящена, опять же, требованиям 8-часового рабочего дня В ходе Иваново-Вознесенской забастовки 1905 года В ходе которой был создан первый в мире и в России совет Также на первом месте звучало требования 8-часового рабочего дня Первое, что сделали, не скажу за всю Россию По крайней мере, питерские рабочие после февральской революции буржуазно-демократической 1917 года Это установили 8-часовой рабочий день на питерских, по крайней мере, предприятиях Опять же, за всю Россию не скажу Это позволило нарадить работу фабзавкомов на питерских предприятиях Которые контролировали приемы на работу и увольнения Контролировали вопросы заработной платы Контролировали вопросы рабочего времени и условий труда Кроме того, для защиты предприятий была создана рабочая милиция Которую вооружали на деньги работодателей И предоставляли время из этой рабочей милиции И в очереди 1917 года возникла Красная Гвардия И Ленин неоднократно писал, что без вот этого 8-часового предбанника Неборова-Октябрьской революции Поэтому 8-часовой рабочий день – это главное требование Люди на самом деле живут так, как они того хотят И как они того требуют Вот у Маркса в том же «Капитале» есть очень интересное высказывание Маркс задався мыслью, почему Аристотик не смог понять Понятие стоимости Вроде бы не глупый был человек И вот он пришел к выводу Что это вот сейчас только на данном этапе Когда Маркс можно было понять понятие стоимости Потому как идея человеческого равенства Уже приобрела прочность народного предрассудка И вот когда какая-либо идея приобретает прочность народного предрассудка То тут не надо преувеличивать какие-то карательные органы Репрессивные органы и так далее Люди живут так, как они хотят И поэтому здесь в требовании рабочего времени Здесь к этому месту я не могу не упомянуть Что Красный университет, в котором проводятся занятия Вот он на сегодняшний день набрал около 300 слушателей Из них около полусотни только в научном отделении в Ленинграде Это вот цифра такая, она показывающая качественный рост И вот выпускники этого университета Их уже не заставишь жить так вот, как жить И вообще вот на протяжении всего времени, по крайней мере, что я живу Я думаю любой здесь присутствующий подтвердит, что люди всегда в массе своей жили так, как они того хотели Как народ хотел, такая вот примерно и была ситуация в стране И так вот, по крайней мере, осознанных поступлений каких-то не было и нет И на предприятиях то же самое И вот здесь поэтому требование уменьшения рабочего времени и увеличения времени Которое потенциально может быть использовано как свободное Не обязательно это будет время использовано рабочими как свободное Могут кто-то и пить вот это время и чем угодно заниматься Но, по крайней мере, это потенциально свободное время Это условия для возникновения свободного времени Значит, а по поводу падения заработка То все знают, что когда, вот если, скажем, все работают 8 часов А 2-3 человека работают 10-12 часов То да, эти 2-3 человека получают больше, чем те, кто работает 8 часов Но если все работают по 10-12 часов То у всех зарплата вот за это время все равно приводится к тому уровню, как раньше получали за 8 часов Так что поэтому еще и Маркс показал, что зарплата вообще, она зависит не от того, сколько часов ты отработал А от того, сколько стоимость твоей рабочей силы В зависимости от того, и те от этого платят Все, спасибо Французов Николай Павлович Водитель хлебной машины ООО Хлебный Экстресс Человек создан для труда Человек должен всегда трудиться Безделие, это пагубно сказывается на здоровье человека Не зря народная мудрость гласит Дело, время, время, потеки час Народ мудрый Но труд, труду рознь Есть труд, который мы выполняем по необходимости Это для того, чтобы жить, существовать, зарабатывать на жизни Этот труд тоже может быть разный Одни на работу ходят с удовольствием Другие, как на каторге По статистике я слышал Не помню, из какого источника На работу с удовольствием ходят где-то около 20-25% А остальные ходят без удовольствия И естественно эмоции у человека От этой работы Положительные и отрицательные Что естественно сказывается На психическое, физическое состояние человека Да Говорят, если сократить рабочее время То с 8 до 6 часов Что конечно естественно сохраняется равноделство Человек Ну некоторые говорят, что На что он будет тратить оставшееся время На какие-нибудь развлечения, на пьянку Это неправда Человек, если будет сокращено рабочее время Будет тратить свободное оставшееся время На другой труд А тот труд, который ему нравится Своё удовольствие И это будет эмоциональный подъём для человека Это будет улучшать его физическое состояние И продлевать ему жизнь Вот будут пьянства Мне мать говорила Что у них на деревне Было как Много было дворов Два-три пьяницы всего лишь Ну без этого не бывает У нас Я вот живу в доме Большой дом у нас Ну то же самое Где-то два-три человека Ну видно живут Которые постоянно пьяны Ну ничего не нужно Но в основном большинство людей Они с удовольствием После работы занимаются своим любимым делом И это очень важно для человека При сокращении рабочего дня С 8 на 6 часов И при увеличении свободного времени Где человек Свободно развивается Занимается любимым делом Пускай даже на компьютере он занимается Развивается С детьми Я например с удовольствием хожу на участок после работы Я там получаю удовольствие Устаю Но это какая-то приятная усталость И вот эта эмоция Она очень важна для человека Нация будет здоровее И в этом случае Можно будет даже уже говорить О выходе на пенсию Более позднего возраста Уважаемые товарищи Кто еще хотел бы Денис Борисович Врач-эндоскопист Консультант Российского комитета рабочих Уважаемые товарищи Я хотел бы дополнить То о чем Сегодня говорили О 6 часовом рабочем дне Таким небольшим уточнением Дело в том Что на настоящее время В действующем Трудовом кодексе 8-часовой рабочий день Не зафиксирован Не зафиксирован У нас Учетные единицы Является рабочая неделя 40-часовая рабочая неделя А вот распределение Этого времени Недельного По Рабочим Дням Может быть Саморазличным Когда мы говорим О 8-часовом рабочем дне Имеется в виду 5-дневная рабочая неделя С двумя выходными И 8 часов Соответственно Каждые из 5 дней Но Законодательство Не возбраняет Назначить 7-часовый рабочий день При 6-часовой рабочей неделе Или 12-часовой рабочий день При смене 12 часов И соответственно Или суточная работа 24 часа И дальше Не меньше 48 часов отдыха Кроме того Есть так называемый Суммированный Учет Рабочего времени Когда у вас могут Смены частично Перекрываться Хотя Вроде как Прописано Что Работа Две смены подряд Не допускается По трудовому кодексу Но тем не менее Если Введен Так называемый Суммированный счет То есть У вас за месяц Общая продолжительность Не превышает Норму месячную Значит Вы можете работать И Примеры такой работы Есть Особенно Это касается Малых предприятий Где люди работают Несколько дней подряд Без выходных Это касается Инвидуальных предпринимателей Вот например Дальнобойщики Вот он двое суток Отъедет Подряд Потом сутки осыпается Например Да То есть Самые разнообразные формы Принимает Рабочий день Поэтому Когда мы говорим О сокращении Восьми часового Рабочего дня До шести часов Мы должны Выдвигать Требование Не просто сокращение Абстрактно Вот этого Восьми часового Рабочего дня А сокращение Рабочей смены Чтобы рабочая смена Была Шестичасовая Потому что Если мы Не будем говорить О сокращении Рабочей смены То Все Все пойдет Право Точно так же Будут Так сказать Работать Столько Сколько работали Ну просто Это Вот эти Дополнительные Освободившиеся Часы Будут уходить Либо Сверхурочные Либо это будет Так сказать Совместительство Это будет Расширение Так же Напишут Так сказать Заявление В лучшем случае Да Работники Что пришло Разрешить мне Еще два часа Поработать Конечно Экономический Эффект Будет Да Эти два часа Будут Оплачены Еще дополнительно Сейчас Они не Оплачиваются Но тем не менее Вот наверное Настало время Если говорить О изменениях Проект Трудового Кодекса Который У нас Есть В Фонде Рабочей Академии То Закрепление Подложительности Рабочей смены Должно иметь Место И вот Действительно Более короткая Рабочая смена Не просто Абстрактный Рабочий день Она Дает Как показали Исследования И повышение Производительности Труда Потому что Самые лучшие Работники Не буду употреблять Иностранное слово Тут Значит Эффективность Максимальной Эффективностью Могут трудиться В течение Четырех часов Четыре часа Кривая Трудоспособность Работоспособность В течение Дня Распределяют Следующим образом Вначале Идет период Рабоатывания Потом Максимальная Работоспособность И потом Уступает Период Утомления Так вот Максимум Работоспособности У лучших Работников Это Четыре часа Потом Работоспособность Снижается И производительность Снижается Поэтому Шесть часов Это То Минимальное Сокращение О котором Мы должны Говорить Но Говорить Мы должны О сокращении Именно Рабочих Смен Спасибо Спасибо Кто бы еще хотел Усказать Что бы еще хотелось бы Добавить Вот такой Идеологической Стороне То Что То что мешает Как мне кажется Рабочим Объединяться И Коллективно Коррективно Бороться За За эти Требования В первую очередь За Установление Шестичасового Шестичасового Рабочивания Такое Ну Все мы знаем Что При капитализме Наша бытие Общественное Определяет Сознание И В головах Большинства В том числе И рабочих Господствуют Ужасные идеи Идеи Эти Принадлежат Ну То есть Выгодной Классу Капиталистов И Если Рабочие Эти идеи Принимают Как свои То Они оказываются В таком положении Что Они играют По чужим Правилам То есть Они Рабочие Ну Мы То есть Рабочие Если мы Разобщены Если мы Значит Действуем В своих Личных Интересах Только Каждый За себя То Получается Что Мы Проигрываем Потому что Мы играем По чужим Правилам Правилам Которые Навязаны Господствующим Классам И Рабочих Есть Одна Идеология Идеология Их Наша То есть Пролетарская Идеология Поэтому Без изучения Классики Максизма Мы не сможем Выиграть В этой Борьбе Так получается Что эта борьба Даже И не Начинается Без Без Знаний И без Опыта Людей Которые Хоть что-то Делают В этом Направлении Поэтому Очень бы Хотелось Конечно Пожелать Всем Рабочим Кто Посмотрит Что Здесь Происходит Вот И Сейчас Много Действительно Сейчас Становится Информации Такой Можно Учиться И Делиться Делиться Опытом И Изучать Изучать Действительно Мировой Опыт Потому что Вся Борьба Вся История Завоеваний Рабочего Класса Мы Сейчас Имеем Это Же Результат Борьбы Нелегкий Кроме Того Что Здесь Говорилось Еще Хотел Сказать Достаточно Все Полно Добавить Добавить Хотелось Что По поводу Стоимости Рабочей Силы В России Достаточно Высокая Стоимость Рабочей Силы Потому что У нас Холодный Климат То есть И Человеку Много Нужно На самом деле Много Нужно Средств Таких Той же Одежды Учепления Жилища И прочее Расходы На детей То есть Это же тоже Все Сколько Нужно Обуви Только Одной Допустим В год Не так Как В Индии Скажем Где Стоимость Ниже И в том же Китае А Зарплаты Хочу Сказать Далеко Не Невысокие У нас Очень Даже Невысокие Очень Заниженные То есть Капитал Получает Сверхприбыли За счет Удлинения Рабочего Дня И За счет Того Что Не доплачивает Ну и Борьба Борьба За 6 Часовый Рабочий День Она Конечно Будет Стимулировать Потому что Ну Капиталист Он Развращается Тем Что Получает Такие Доходы И Не заинтересован Вообще Получается Что В развитии То есть В этом В том Что Страна Наша Ну В какой-то степени Отстает От Мировых Империалистических Стран В этом Есть Ответственность Рабочего Класса Который Который Не Борется За свои Интересы И Тем Самым Развращает Капиталиста Нашего Отечественного Которому Надо Бы Вкладывать В производство И Не только Его Так сказать Выкачивать Все И Мангротить А Думать О Развитии Вот И От этой борьбы Рабочих Будет зависеть Развитие Производства И Развитие Да и Самого Существования В общем Что там Греха таить И Обстановка Такая В мире Сейчас Тоже Непростая Так что Как Капиталисты Кричат Что Надо Объединяться Надо Больше Работать Что Мы Что Мы Это Как Говорит Наши Интересы Да Общие Интересы Но На самом Деле На деле Все это Не так И Даже В Оборонной Промышленности Происходят Вещи Такие Не Способствуют Развитию Терапевтических Направлений Ладно На Все Спасибо Спасибо И в целом рабочий день проблема шейтического рабочего дня на нашем заседании поднимается не впервые, и возникнет не случайно. Как минимум на двух заседаниях мы уже рассматривали этот вопрос, а по мере рассмотрения у нас вопросов все больше, больше и больше. Это нормальное положение, то есть нам надо самим усвоить вообще для чего мы это делаем. Вчера была научно-фактическая конференция и получал такой тезис серьезный, я считаю, что коль скоро мы живем при капитализме, капитализм надо развивать. Для того, чтобы развивался рабочий класс, надо развивать капитализм. К сожалению, вот так, да, Александр Николаевич, я со мной не согласен. Это другая песня. Значит, одно из направлений, которое, я считаю, ставится в угловом угла требованием шестичасового рабочего дня, является то, что на сегодня в России предприятиями руководят бухгалтера. Вот во главе всего у нас стоят бухгалтера. Для них главное чего? Выкачать денежку. Отсюда выбрасывали все. И, значит, новую технику с предприятий, значит, подготовка кадров и так далее. Все это поснимали. Это все, ну как? Это береги. Это береги. Это деньги надо платить. Вот. Значит, что такое шестичасовый рабочий день? Шестичасовый рабочий день бухгалтерам говорит, ребята, денег будет меньше. Тем, которые над бухгалтерами, которые просто от этих бухгалтеров получают деньги, значит, говорит, что это, ребят, собирать не с кого будет. За шесть часов, за восемь часов. Мало? Мало. Значит, поднимается вопрос внедрения новой техники для того, чтобы бухгалтера насчитали больше денег. Первый вопрос. Он тащит за собой какой вопрос? Вопрос подготовки кадров. Новую технику надо кому-то обрабатывать. Да? Это тащит за собой вопрос образования, ну и так далее. Вот. И развитие производства в целом. И еще важный момент. Бухгалтеров с руководящей должности выбирают, и главными на заводах становятся не главные бухгалтера, а главные инженеры. Вот очень важный такой момент для развития капитализма на сегодня. И шестичасовой рабочий день стимулирует капиталистов к этому. Значит, что это дает рабочему классу? Тоже обсуждали. Вот. Ну вот тут Иван Михайлович привел очень интересные вещи, что в 19 веке в Англии рабочие уже выступали за сокращение рабочего времени, не взирая на то, что они потеряют заработную плату. Вот я считаю, что одним из факторов было то, что у рабочих не было садов, участков и так далее. Они были все закинченцы пролетариями. Активная фаза контрреволюции началась с чего? Давайте вспомним. В 1989-1990 год, все начали давать участки. На, копайся. На, вот закапывайся туда. И ваучеры. Вот. Ваучеры это 1991 годы позже. При советской власти начали раздавать, при, скажем так, при Горбачёре, да. Для чего? Для того, чтобы людей лишить, даже в свободное время лишить свободного времени. Понимаете? Вот у них тогда не было. Это было хорошо. И я считаю спорным, вот, то, что Николай Павлович сказал, любимое дело, вот, копаться на огороде. Любимым делом, все-таки, вот, для рабочих, я считаю, появятся, вот, вчера спорили, что они будут ли эти два часа использоваться для того, чтобы лишнюю стопку выпить, там, вот так вот. Вот. Просто просадить это время вот так летнее будет, потому что у людей появится время для того, чтобы развивать интересы и производственные, и непроизводственные. Одним из положений. Вот я знаю множество людей, которые с удовольствием занимаются с детьми. Очень важный момент. Очень важный момент. Развитие образования. Рабочие специалисты придут в школы для того, чтобы ввести кружки. Это и профессиональная подготовка детей, и идеологическая. Никуда от этого не денешься. Понимаете? То есть, в 6-часовой рабочий день тащит за собой множество возможностей, начиная от развития профсоюзного движения и заканчивая воздействием на школьников, на детей, воспитанием будущих поколений. Вот. Это настолько важно. И второй момент. Первым, верее как раньше, на Российском комитете рабочих по инициативе докеров, был поставлен вопрос о достижении заработных планов в уровне стоимости рабочей силы. И вот, в 6-часовой рабочий день, и предыдущая задача, их надо нам как-то грамотно вывязать между собой, потому что одно вытекает из другого, и одно подбирается другим. Вот как? Давайте подробнее. Вот что я хотел сказать. Спасибо. Спасибо. Еще есть желающие высказать по вопросу? А сколько? Здравствуйте. Я знаю, Юрий Юрьевич, Ленинградской интернет-завизни. Считаю, на данное время есть одна тоже очень важная проблема. Это привлечение дешевой рабочей силы, которая все чаще и чаще внедряется в те же самые заводы. Как-никак этих людей обучают, привлекают к станкам. Даже в кризировочных знают такие случаи, что и выходцы из Средней Азии, да, и из других значительных стран, откуда приезжают к нам во многие города, работать за копейки и работать при этом не стесняясь по 12 часов и по 18, тем самым закрывая обыкновенному гражданину, да, трудяги, работяги, рабочего класса полностью все, в принципе, подходы. Зачем буржуазное руководство так начинает думать? Зачем мне нужен Иван Васильевич, да, который просит работать 6 часов, просит перерыв на обед, просит хорошую заработную плату? Когда можно Джурубека Назурбаева взять, он будет работать 12 часов, один раз сходит покурить на свай, ну и покушает там ему полчаса. И будет дальше херачить, работать со всего размаху, не стесняясь ни о чем. Это очень сильно вытесняет наших граждан, причем работодатель непорядочный, который сейчас во многих заводах, во многих компаниях стоит у руля, как говорится, он не стесняется даже отправлять не то что на пенсию, а до пенсии списывать нафиг человека, который проработал десятилетие на одном предприятии и вот-вот у него уже близится. То есть пенсия его заслуженная, он на что-то рассчитывает, да, но тут крахом все рушится. Из-за того, что зачем он мне нужен, я наберу лучше туда эмигрантов. Я считаю, с этим делом тоже нужно бороться, именно бороться, не то что послушать, покивать головой, пропустить мимо ушей. Потому что если мы сейчас не займемся этим вопросом, да, почему я именно затрагиваю, я не расист, не нацист, ничего такого, просто, ну, на самом деле это факт, это очень важный факт. Если мы сейчас не займемся решением этой проблемы, то через пару десятков лет россиян, работающих на предприятиях, просто не будет. Проще взять приезжего эмигранта, он подтянет туда своего ребенка. Есть специалист обучающий, тот уже что-то умеет, он его научит вырезать, научит лить, делать всю ту же самую работу, которую наши граждане могут делать. Потому что мы, как бы, там, ну не я конкретно, я рожден в Советском Союзе, ну, вы поднимали, да, там, города, заводы, строили промышленные большие предприятия выстраивали. То есть, ну, поднимали, грубо говоря, на ноги страну, вот. И если мы сейчас не будем обращать на это тоже внимание, то я считаю, нас задушит просто, задушит. Вот, например, так же мне уже нельзя будет пойти на определенный завод, там, штамповщиком я, я умею работать штамповщиком, я делал на пресс такой вот станок. Ну и то, я работал через компанию, у нас был 12-часовой рабочий день. То есть, сейчас внедряются компании, тоже большая проблема. Аутсортинг? Да, компании, которые предлагают заводу ту же самую дешевую рабочую силу, причем состоящую из специалистов, именно конкретно специалистов, которые в СССР обучались в школах, учились в вузах. Они предлагают заводам ту же самую дешевую рабочую силу, вот это тоже нельзя допускать. Я так понимаю, на этих заводах уже даже, может быть, и нет, они есть профсоюзы, но они как-то это мимо пропускают. Да, вот это тоже нельзя, нельзя это тоже пропускать. Это нужно продействовать, чтобы не просто сегодняшняя конференция, все люди, которые здесь сидят, оставили это все. Это надо двигать, давайте двигать будем, привлекать всевозможные варианты, чтобы это все просачивалось во всевозможные СМИ. Там, подпишем петицию, что-то сделаем, но реально надо заниматься этим вопросом. Вот, все, принцип применяет. Спасибо. Пожалуйста. Николай Александрович, электромеханик, город Москва, по электромеханик-политам. Что бы я хотел сказать, товарищи? Ну, первое. Чего отличает наш капитализм от капитализма западного? Ну, вот мы как-то сравниваем, что на Западе здесь. У капиталиста западника прибыль где-то 5-10%. У нас, представляете, более 100, 200, 300% идет. У нас просто грабительский капитализм, если так разобраться. Улучшать, как некоторые предлагают, капитализм, ну, значит, улучшать, получать прибыль капиталисту. Улучшение нам капитализма. Капитализм, когда идет за 100%, он пойдет на любое убийство. Чтобы получить такой процент. Поэтому, пока у нас такой грабительский капитализм, улучшать его ни в коем разе нельзя. Вот. Теперь, что бы я хотел сказать по рабочему классу. Вот, представляете, наша задача сейчас как-то поднять рабочий класс. Ведь посмотрите, кругом идет падение. Нет подъема до рабочего класса. Как до него достучаться? Вот нам вопрос. Мы пытаемся достучаться, не получается. Для этого очень много причин. И первое, хотел бы что сказать. Ну, если мы что-то проталкиваем, надо, наверное, делать, ну, как бы, пытаться провести, вот как мы, допустим, пытались провести индексацию заработной платы. То есть, повышать в связи, цены растут постоянно. Чтобы на государственном уровне спустили вниз, значит, индексацию заработной платы. Вот. Мы пытались провести через ЗАГС собрание и так далее. У нас получилось, значит, в Госдуме того созыва было такое совещание проведено. Естественно, все это отрубили. Я прошу прощения. Так же это все. Дождите. А? У нас вопрос по шестичасовому рабочему день. Нет, я... Я прошу вас не отклоняться от темы доклада. Значит, я не отклоняюсь от доклада. А почему это начал? Вы поймите меня. Смысл-то в чем? А смысл в том, что мы должны шестичасовой... Я тоже за шестичасовой рабочий день. Конечно, это хорошо. Но весь вопрос, вы посмотрите. Надо же как-то его проталкивать. Ну как проталкивать его? Вот сейчас приду я, наверное, к себе на предприятие и скажу, ребят, давайте шестичасовой рабочий день требовать. А у нас Николу Дугару ничего нет. Как его требовать? Поразим записать. Поэтому я и привел этот пример по ЗАГС-собранию. Почему договоров нет? Ну, маленькая организация. Ну, что ты хочешь? Не везде. Сейчас это очень мало идет. Поэтому я и привел этот пример. Я не отклоняюсь от темы. И второе. Вы посмотрите. Конечно, я за, чтобы рабочий имел свободное время. Понимаете, занимался. Вот товарищ говорил у Кудрявцев, что в школу пойти, вы знаете, не пускают туда напрочь. Вот не подпускать пушкой туда к школьникам никого. Если раньше еще ветеранов Великой Отечественной войны допускали, да, то сейчас никого не допускают. Понимаете? Поэтому тяжело. И если говорить, что два часа надо потратить на то, чтобы рабочий занимался своим самообразованием и так далее, то уже система должна самоработать. Ведь система государственная на это работать не будет. Вот в чем вопрос. Значит, вопрос-то стоит еще шире. А вопрос стоит о взятии рабочим классов власти. Понимаете? Вот я к чему говорю. Ну, надо как-то шатать рабочий класс, чтобы он этого пронял, чтобы его вот протрясло. Пока мы, к сожалению, этого не могли сделать. Я предлагаю, не просто так говорю. Я говорю, вот есть депутат Шейн. Давайте через него попробуем, посмотрим, что он за депутат. Попробуйте на него замодить. Может, ему ее ведет. Может, получится. Я же не просто так говорю. Надо проводить как-то, а то вот мы сейчас разойдемся по своим. Ну, да, придем на рабочую, скажем, резолюцию выпустим. А дальше чего? Вот я к чему. Так депутаты должны бороться или рабочий класс? Нет, мы должны, ну, рабочий класс бороться, конечно. Я о чем и говорю, что мы не зашли до рабочего класса. Буржуазный парламент, я вот хотел бы добавить, Александр Николаевич, представители буржуазного парламента, они вопросы рабочего класса упрятки будут решать. И не просто так, как бы мы затронули тему коллективного договора, да. Это на сегодняшний день одно из, именно тот инструмент, который в коллективах можно начинать проталкивать. Любую идею, которая соответствует нам, да. То есть мы довели эту идею до работников. Работники в этом вопросе нашли единомышленное, да. Пришли к какому-то одному, значит, завод, то фабрика. Все согласны? Люди готовы бороться за эту идею? Они идут и борются. Опять же, борьба идет, как показывают и докеры, и МПРА, именно коллективными действиями. Без коллективных действий, это уже практика многолетняя, мы ничего не добьемся. Соответственно, я просто, Александр Владимирович, об этом не сказал. Когда эта идея была, значит, внедрена в программу, и обращались мы к ней не раз, непосредственно он обращался к представителю КПРА. Где эта идея затуманилась, затерялась. Ну, нет той партии сегодня в Государственной Думе, которая будет решать вопросы рабочего класса. Нет. И поэтому за нас эти вопросы, извините, вряд ли кто решит. Спасибо. Пожалуйста. Товарищ Лапшин. Лапшин Анатолий Никонович, советник на общественных началах по коммунистическим вопросам Ваннского профобъединения. В свое время вместе с Александром Владимировичем мы проводили круглый стол в городе Иванове с участием, в том числе, олигархов нашего, так сказать, уровня. Ну, присутствовал руководитель системы «Кенгуру» Тверской, который в полемику вступил с нами в режиме именно вот такого свойства, что пусть рабочие работают сколько хотят, не по 6 часов, не по 8, а сколько хотят. Но, само по себе проведение этого круглого стола, значит, дал определенный эффект. Само, значит, то, что есть такая мысль о том, что рабочий день должен быть 6 часов, он, эта, так сказать, идея присутствует, и она находит и теоретические подтверждения, и, вы говорите, практические, и так далее, посылы и поддержку. Можно говорить много о политических партиях, можно говорить о депутатах, но совершенно правильно, значит, вот коллега не так давно выступал, говорил о том, что нужно, там, в системе онлайн, везде, значит, и в депутатские круги, надо везде внедрять эту мысль. Почему? Потому что я вчера, по-моему, ссылался, когда на конференции, на Конституцию, где речь шла об образовании, но у нас вообще-то, по Конституции, государство социальное. Если оно государство социальное, то именно идея 6-часового рабочего дня входит вот в это понятие социальное государство. Ну, я вернулся, значит, к своей, более трудовой молодости. Когда я начинал работать с леширомонтажником, рабочий день составлял 8 часов, 6 дней в неделю. Потом в субботу, значит, сократили, я уже немножко подзабыл, когда по годам стало, значит, у нас не 48-часовая неделя, а 46-часовая неделя. Затем, значит, было принято решение вести 7-часовой рабочий день. При, значит, 6-дневной рабочей неделе, суббота 6 часов и, значит, 5 дней по 7 часов. И вот смотрите, значит, дальше, какие события у нас развивались, в первую очередь, на фабриках, значит, в связи вот этой 6-дневной рабочей неделе и 7-часовым рабочим днём. Женщины, в первую очередь, ткачихи, прядищи и так далее, стали ставить вопрос, а зачем нам работать по 7 часов, не лучше ли нам всё-таки работать по 8, но с тем, чтобы при наличии 41-часовой недели, это самое, что работать по 5 дней, 8 часов и, чтобы, так сказать, было высвобождено 2 дня. Ну, конечно, 41 час, 40 и 41, но тем не менее, эта система начала работать. Не только в Ивановской области, я знаю, что даже в Подмосковье эта система работала. И 40 часов, вообще-то, уменьшение рабочей недели 41 до 40 часов, очень длительное время шло, значит, и вот сейчас мы имеем 40-дневную рабочую неделю. И, так сказать, и вот после 40-дневной рабочей недели прошло очень много времени, если говорить с точки зрения технического прогресса и других каких-то положительных тенденций в развитии экономики и так далее. Достаточно мощь и много времени. Я вот, хотя имею более 50 лет трудового стажа, и вот я вам говорю, что было 48, потом, значит, 40 в промежуток, ну, будем говорить, во всяком случае, не такой уж большой с 48 до 40 часов. А сейчас 40 часов, и на этом деле остановились. Но, если говорить с точки зрения вот той истории, которую я вам рассказал, то, конечно, первоначально есть решение должного вопроса. Первый, первоначально нужно все-таки ставить глобальную задачу перехода на 6-часовую рабочий день. Надо еще и все-таки учитывать, что 7-часовой рабочий день тоже возможен, если, значит, будет один академик, по-моему, Любовь, его фамилия, значит, он говорит, на власть надо всегда давить. Иначе власть, если на нее не давить, ничего делать не будет. Ну, вот как я вам привел, например, по 40-дневной рабочей неделе, на власть в этом аспекте никто не давит, и рабочая неделя, извините, значит, это самое так, как с 40-го есть, так и с 40-го остается. На власть надо давить. По моему мнению, давить надо по всем направлениям. И по таким, и по таким, и с помощью, вот вчера проводили международную научно-практическую конференцию. Вот сегодня мы об этом говорим, нужно использовать все возможности в этом аспекте, с тем, чтобы добиваться 6-часового рабочего дня. Я уже не говорю о том, что мы должны заботиться о молодежи, поскольку, значит, молодежь тоже должна, вот, когда, ну, пусть меньшее количество, по 2 часа будет меньше, молодежь будет приходить на производство. Будет больше, значит, времени уделять молодежи для их, так сказать, обучения рабочим профессиям или нерабочим. Суть даже не будет, может даже шахматы играть, потому что, значит, в свое время, свободное время не только заняло это, значит, как сказать-то, хождением по театрам было, ну, и были другие там увлечения. И, так сказать, они находили поддержку в обществе и со стороны государства советского. Поэтому, поэтому, я бы, все-таки, вот то, что правильно обсуждался вопрос, каким образом должны приниматься эти решения, внесение ли там в трудовой кодекс. И, так сказать, и вот я помню, когда на 5-дневный, извините, на 7-часовой рабочий день, там, по-моему, был указ Президентом Верховного Совета СССР, что кто-то из памяти извлек эту вещь. Трудовой кодекс тогда был 22-го года, если кто историк трудового кодекса владеет. То есть, здесь, я думаю, что можно и по линии трудового кодекса, где вот эти вещи, так сказать, может быть, в режиме поэтапного, может быть, сразу там забить, положим, 6 часов. Или, значит, какой-то другой совершенно, типа проект федерального закона, значит, тоже обдумать его, есть у нас возможности подумать, как это должно, откуда-то, может, переписать, используя международный опыт, как сегодня говорили французский, или, может, какой-то другой. С тем, чтобы можно было говорить, вот мы же что-то вам предлагаем, почему вы считаете, что мы предлагаем не дело. Вы тогда обоснуйте, почему вы считаете, что мы вам предлагаем не дело. Очень сложно все-таки обосновать, почему мы предлагаем не дело. Очень сложно. Разговаривать проще, когда что-то имеется на руках. Ну, сейчас можно не в письмном виде, я имею в виду не в печатать, а можно, так сказать, в электронном виде, это вот как-то проще. Вот я хотел, чем хотел, уважаемый товарищ, с вами поделиться, и своих, так сказать, жизненных, что ли, наблюдений. Спасибо за все. Уважаемый товарищ, есть еще кому, что сказать, пожалуйста? Здравствуйте, горохова Ксения Викторова. Я временно работаю пока под отцом на ярмарке. Я не рабочий, но среди моих знакомых много рабочих, что хочу сказать по этому вопросу. Значит, когда ссылается на Великую Отечественную войну, то, что рабочий день был очень большой, то это, во-первых, такая необходимость, когда шла речь не только о жизни одного себя, самого человека, всей страны, поскольку фашисты хотели уничтожить, оставить какое-то ограниченное количество людей на этой территории, то есть воспользоваться просто ресурсами, а с одной стороны уничтожить. Это во-первых. Во-вторых, я часто очень писала доклады, то есть одно время занималась, писала доклады для студентов именно по этой теме. Получалось так, я пользовалась энциклопедией, не интернетом, энциклопедией. Вот там было Марья Ивановна, там, с такого-то кохоза заработала, там, за такой-то период купила танк. Там то-то, то-то там, значит, сложился и купил три самолета для фронта и тому подобное. Просто мне интересно сейчас, если рабочие по такому будут работать, сможет ли один или даже четыре купить танк. То есть хотя бы вот с этой финансовой стороны. Танк они купить не смогут, не хватит у них денег для танка. Другое. Освобождение свободного времени. Как объяснить рабочим? Для чего им нужно шесть часов? Вот если честно, по моему опыту многие не могут посчитать свои расчетки. Они просто не понимают, что там, чтобы в них разобраться, поскольку там все так запутано, нужно сидеть и разбирать часами. Им даже вот они приходят и вот, ну вот, смотрите, вот, 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 все. Потому что мы считали расчетки. Такой случай, значит, человеку доходный налог в 13% взяли 6 тысяч, на руки дают тысячу. Она говорит, вот, у вас начислено. Ну, мы смотрим, начислено 15 тысяч. Я говорю, 15 тысяч, 13% не может быть, 6 тысяч. Вот человек, он понимает, что его обманывают, но никак. Другой вопрос, значит, на одном предприятии, у них официально, значит, они график 2 дня в день, 2 дня в ночь, 2 дня в выходные. Рабочий день у них днется 8 часов. Это по бумажке, то есть за 8 рабочих часов они получают 9 тысяч окладок. Час у них обед, получается, так бы у них, вот, знаешь, на эти работки им считают, знаешь, как за 11 часов, вот эти, вот, дополнительно еще 2 часа. Но говорят, ну вот в этом месяце был 31 рабочий день. 31 день. Не рабочий, просто 31 день. Вот у вас лишний день рабочий вот с тем. Вот мы сейчас вот отсюда взяли то, что у вас было по 2 часа, мы прибавили в этот день. А, нет, наоборот, в том месте был лишний, в этом его не хватает, мы посчитали, то есть им как-то по 8 часов очень там просил, конечно. Но вот если все-таки 6 часов, то что-то поменьше их, наверное, не хватает. Я же так думаю, сменки, если бы быть. То есть нужно их учить. То есть освобожать даже не для семьи, не для себя хотя бы научиться. И другой вопрос, значит, такие правила у нас предприятия. Рабочие работают с 8 до 8. Значит, белый дом приходит в 9 часов, уходит в 6. В течение рабочего дня они не могут уйти, например, с кранов, от сварочного аппарата. То есть даже прийти, чтобы сказать, там, ребята, давайте вот это сделаем. Обед у них совпадает обычно. Первый обед совпадает с тем, как обедают в этом белом доме. Второй обед совпадает, когда там уже никого нет. Они никому не могут пойти даже предъявить свои, как говорится, требования. Некому. К мастеру они не могут обратиться, поскольку мастер также с ними там занят. А если кто-то выше, то обычно уже посылает там открытым текстом. Там, почему не в рабочее время, его не на своем есть. Другой вопрос. Что, как мы, вот, бывает вот разговариваем с некоторым. Я говорю, ну смотри, да, ты переработал, допустим, вот ты сегодня получил надбавку. Но посчитай, сколько ты получил в деньгах. Вот опять же начинаем по этой расчетке считать, как вот они считают. Потому что никто в два раза не насчитывает. Вот, ну ты сколько переработал? Немного. А давай считать. Вот. У многих сердца. Кто-то перенес инсульт. Простите, у меня в 30-35 лет. Многие. Грыжа межпозвоночная. То есть это достаточно страшные диагнозы. Легкие. Лечение сейчас все дорогое. Минимум то, что выписывает врач лекарство, оно стоит 500 рублей. То есть, если посчитать, простите, переработки, вы даже своей зарплатой не оплатили свое лечение. Даже если вы просто пошли с гриппом, то, что оплачивает больничное предприятие, то это не получается. То есть просто таким способом посчитается. Это можно посчитать, и они с этим сталкиваются. Люди, потому что хотя бы, не знаете, с насморком кто-то уходит. Но не с насморком, а с чем-то серьезным. Что с мигрантами? Вот это предложение, что мигранты отбирают. Есть такой опыт, что мигранты наоборот. На предприятии получают больше. Они сплоченнее. Они идут, требуют. За них идет, значит, миграционная какая-то комиссия требует. Значит, у них такие-то права. Я имею в виду те, которые, они, да, они там делают визу. Причем, что если даже он специалист, он должен, значит, на русском языке все эти экзамены сдать. То есть он немало, конечно, немало тратится. Но они больше стоят, они знают, за что стоят. Конечно, дешевая рабочая сила. Но простите, вот если простой рабочий, который таскает кирпичи и настройки, то и наш Ванюк получает столько же. Он не получает ни больше, ни меньше. Они одинаково получают вот эти там, где 100, где 200, где 300 рублей. То есть мигранты, они, как сейчас, в такой роли не играют. Мы как-то сейчас находимся в равном положении все. Чисто финансово. Ну правда. Ну потому что оно где-то не вырвано. Я говорю, вот где-то вот они, вот просто ездишь по-разному. Вот если вот приехали, на одном предприятии приехали, беженцы с Украины. Они получают в три раза выше, чем вот люди, которые живут там. Они получают в четыре раза выше, они знают свои права. Если что-то где-то не так, они пошли, они там, значит, устроили скандал. И им не дай бог, их там, значит, вовремя не отпустили. Не дай бог, если им не доплатили зарплату. Да, в другом месте есть там, да, мигранты чуть-чуть получают. Но они не настолько меньше получают. Да, у них там нет документов, их приходится как-то выживать. Причем с той же самой Украины там, да, они там живут, им не жилья не предоставляют. Но они получают где-то наравне, если вот предприятие не получает зарплату, и они не получают зарплату. Все. То есть это, оно просто неровно идет. А где это вообще? Ну, значит, вот за МК было масло-сер-база там. А вы считаете справедливой, если беженец получает 800 рублей, а многодетная мама 200? Вот простите, вот мы прополучаем одинаково. Я вам опять же говорю, вот я стою на яблоке, получают 400 рублей в день. Допустим, даже без процента. Мы считали, зарплату рабочего в день, она варьируется от 500 до 1000. 1000 это потолок. И то ему за эту 1000 нужно так выгнать, ему нужно за 1000 так угнули, выгнать с этого рабочего. Что, простите, он не то, что дома не бывает, он потом, они потом помирают. Их вот, извините, в 40 лет их можно вот так вот венчиком смести и выкинуть в урну. Потому что они уже не люди, они уже не могут просто-напросто двигаться. Есть, конечно, да, кто там, есть, говорю, разные. У нас просто сейчас такая работа, что где-то платят меньше, где-то платят больше. Я об этом говорю, я говорю, у сна в среднем. То есть, поэтому я считаю, что 6-часовой рабочий день требования, оно, конечно, нужно. Нужно объяснять, объяснять по-разному. Говорю, хотя бы с 20-й стороны рабочих. Потому что не то, что отдыхать, а на то, что пить, ну, да, они со многими согласны. Кто хочет пить, тому оправдание не нужно. То есть, в рабочее время напьется. Ну, потому что ты в рабочее время напьется, не в рабочее время, но и ночью сразу встанет. В то время рыбку вкупились в рабочее время. Был такой период. Но некоторые работают, им работа помогает. Уважаемый товарищ, кто еще хотел бы? Можно. Да. Хотели. Да. Шушкалев Василий. Но я сейчас пенсионер, бывший рабочий ЗИЛа. Представитель Союза рабочих Москвы. Представитель Российского комитета рабочих по Москве. Сначала реплику скажу товарищу из Красного ТВ. Мы вопрос мигрантов рассматривали на РКР неоднократно. И РКР, обсудив эту тему, уже предлагал много раз решение этого вопроса. Это добиваться всем профсоюзным рабочим организациям равных условий заключения контрактов с приезжими и постоянными местными работниками. И тогда этот вопрос решается. И этого надо добиваться опять так же, как и 6-часового рабочего дня. Теперь к 6-часовому рабочему дню. Сам-то я математику хорошо в школе меня учили. И знал прекрасно, что уже когда мы работали, 8 часов для работающих это излишнее. Потому что наши деды, которые добились 8-часового рабочего дня, они работали на паровых машинах и на конной тяге. Я уже работал, у нас уже появилась и плазменная резка, и лазерное упрочнение, гильз двигателей и так далее. То есть техника, технологии продвинулись настолько ясно, что можно было бы не работать 8 часов, если бы количество рабочих осталось тех, то же самое, которое было и в 17-м году. Даже помните, после революции, пусть консультанты попомнят, Владимир Юрьевич Ленин говорил, что нужно сделать 8-часовой и плюс, не плюс, а из этих, сколько-то использовать рабочих для военного обучения. Говорилось. То есть из этого времени. Да. Поэтому мы сейчас должны, и ученые, которые посчитали вчера на научно-практической конференции, говорили, что при всеобщей занятости в промышленном или производительном производстве рабочий день можно сделать 1,5-2 часа. Но, к сожалению, капитализм развивается неразумно. Капитализм развивается так, что заставляет работать на тех же условиях и гораздо худших условиях рабочих. Но дело в том, что и рабочие мы сами не всегда сопротивляемся. Я никогда не работал сверхурочным. Ни в советское время, ни в капиталистическое время. Никогда. Потому что в советское время я тратил это время на хобби, так как вот французы упрекнули, что он любит сад. Я любил путешествовать и выискивал все свободное время для путешествий. И тратил это. После 1989 года я все свободное время тратил на то, чтобы противодействовать наступлению капитализма. Обучать своих товарищей рабочих, организовывать их и так далее. И никогда не работал на второй работе и на сверхурочном. А вот активисты, работники, скажите, кто из вас на второй работе не работает? Мы сейчас боремся за право рабочих, за счет часовой. И в то же время сами работаем на двух-трех работах. Поэтому у нас не остается времени и на организацию рабочих. Поэтому я предлагаю вот в эту формулировку как-то писать или сказать, или нам дать, как бы сказать, рекомендации, чтобы, разумеется, время производительное сократить надо до 6 часов. Но освобожденное время, какую-то часть, надо обязательно, и нам, рабочим, это понять должны, даже как бы принудительно для работников заниматься обучением управлением производства. Потому что если этого не будет, а в советское время этим занимались, нас учили технологии. Я помню, как регулярно, каждый год и по нескольку раз в год были занятия по технологии, по повышению... На курсы поставали повышение. Да, на курсы повышение. И даже еще было в это же время и институты марктизма и ленинизма, которые тоже проводились в освобожденное время. Вот, то есть это... У нас тут нет. Поэтому вот такое предложение, я думаю, нужно обязательно как-то озвучить, чтобы не только освобождать, но и как-то направлять это освобожденное время. Потому что без организации рабочих по управлению своим производством, своим профсоюзом, извините, товарищ Николаев, никакой власти рабочие не возьмут. Рабочие власть вообще не возьмут. Возьмут советы рабочих. Или какая-то другая организация, которую они запретут. Вот. Для этого они должны проходить обучение. Мы их должны... Но капиталисты не будут тебя обучать. Зачем это? Ну что, капиталисты, которые грамотные, или которых вынуждает конкуренция, проводят обучение. Еще 20 лет назад я встречался, так, уже по путешествиям, с руководителями Макдональдса, которого еще не было в Советском Союзе. И они нас водили по канадским Макдональдсам. И говорили, что вот своих работников они на неделю вывозят в лагеря, где идет и обучение, и производственное, и профсоюзное обучение идет. Это были капиталисты. Они были заинтересованы в том, что уровень рост. И наши. И наши также. Поэтому я за то, чтобы, конечно, мы заявляли о 60-м рабочем дне, но в то же время мы должны заявлять о том, что в свободное время обязательно часть его направлять на обучение рабочих. Аргументировать правительству, капиталисту, что мы рабочих, они должны рабочих обучать технологиям, новейшим технологиям. В то же время мы сами это подразумеваем и помогаем этому обучению их профсоюзным делам, обучению, управлению производством, чтобы потом они были управляющими и своего производства, и всей страны. Спасибо. На этот счет, ну, такое свое мнение. Вот когда я узнал, что будет обсуждаться вопрос о 6-часовом рабочем, мне не первое, что стрельнуло мне в голову, а имеет ли смысл вообще. Давайте посмотрим на реальное положение в стране. Четверть рабочих сейчас находится уже за гранью нищеты. И они, в общем-то, их больше гораздо беспокоят не продленность, не долгода рабочего дня, а именно проблемы выживания. Поэтому, если мы просто-напросто вот этот лозунг выбросим в массы, нас просто-напросто не поддержат или посчитают сумасшедшими. Людям не хватает денег, а мы предлагаем еще сокращать, как говорится. Правильно сказали, что сейчас в основном рабочие ищут подработку. Они работают многие на двух и даже трех работах. Рады любому, как говорится, труду. Почему? Потому что низкая оплата труда. Я только здесь узнал от человека, что оказывается шестичасовой рабочий день, но с сохранением суммы заработной платы. То есть здесь стоит-то главное все-таки повышение зарплаты. А оно почему-то словно как замалчивается. Если мы с такими лозунгами пойдем в массы, нас просто-напросто не поймут. Потому что вот у нас, я работал перед этим в охране, там стоял такой вопрос. Были две как бы смены. Одна 7 часов дневная и 17 часов с охватом ночной. И предлагали переход на сутки через трое. Ну и большинство поддержало переход сутки через трое по той простой причине, просто что многим далеко ездить и выгоднее, чем ездить там, ну, по 17 часов, но больше. Вот. То есть здесь, вот мне кажется, недостаток такой постановки вопроса, во-первых, нужно уже прописывать, что есть ли сокращение рабочего дня, то непременно с сохранением заработной платы обязательно. Или даже это говорит в первую очередь, поскольку для рабочих сейчас это важнее. И второе. Извините. Проблема продолжительности рабочего дня, она в общем-то, давайте будем откровенны, у каждого индивидуальна. Есть люди очень работоспособные, есть люди, которые, правильно говорилось, у которых уже проблемы со здоровьем там, которые на грани, им бы можно покорочить. Я вот сейчас нашел эту работу, и почему придерживаюсь ее? Мне выгодно работать по 5 часов, потому что мне остается время именно на политическую работу, но это мне, который, как говорится, уже целиком в политике. А вот когда я слышу от вас, что рабочие должны эти часы, которые освободятся, тратить на самообразование, на обучение управлению и на политическую активность. Ну, простите, это наивно. Посмотрите на современных рабочих. Это вот можно ставить вопрос так, когда мы будем держать в своем, как говорится, под своим влиянием всех рабочих России. А сейчас они куда пойдут? В лучшем случае в интернет, в интернет-игры, в развлечения, или там у телевидения посидят дольше. Нам это ничего не принесет. А обратите внимание, сейчас в стране еще, опять же, меняется политическая обстановка. Сейчас ставится вопрос о продлении пенсионного возраста. И что? А правительству, в общем-то, это выгодно. Они урежут, сейчас рабочих мест и так не хватает, урежут рабочие дни, но кого-то еще из безработных всунут на эти, как говорится, освободившиеся рабочие места. А о недовольном рабочем, которые будут говорить, а зарплата-то повысится еще, бабушка на двое сказала, скорее всего, вряд ли. Они будут прикрываться вами, а это профсоюзы подняли, рабочие комитеты и так далее, вот к ним все претензии. То есть здесь проблем очень много, и их все нужно порешать. Мое пожелание, вот именно как человека из масс, нужно учиться находить убедительные аргументы именно для тех, с кем мы собираемся говорить. Во-первых, а этот вопрос-то предварительно исследовался, ну типа как социологический. Давайте я его сегодня вот в своих группах поставлю, у меня 60 тысяч человек, и мы посмотрим, что нам ответят простые-то люди, кстати, из красных групп, это не какие-то там пропутинцы. Они-то согласны с таким лозунгом или нет? Какие лозунги? Наверняка, как говорится, сейчас у рабочих главными проблемами стоят совершенно другие. Мое мнение. Какие главные проблемы? А я сказал, повышение заработной платы, прежде всего, возможность, опять же, наибольшее, чего я здесь тоже не услышал, надо найти какой-то механизм для того, чтобы было более безопасно создавать рабочие профсоюзы на производстве. Потому что у нас вот в самых активных просто выгоняют. Уважаемые товарищи, предлагается заслушать проект постановления по данному вопросу. Если проект постановления готов. Прекратите. А подискутировать еще можно? Прекратите. Вы наступали уже, Иван. Да уже, наверное, хватит. Может быть, предоставить заключительное слово? Докладчику? Да, заключительное слово, докладчику. Ну давайте. Мандат в комиссии готова? Барьера. Ну что, я хотел закончить вопрос. А, ну да. С первого вопроса... Отключительный сон. Альсамбург. Альсамбург. Стоп, а потом Мандат найдет. Отключительный сон. Отключительный сон. Уважаемый товарищ, я думаю, мое впечатление слова должно быть коротким. Почему? Потому что многие выступавшие затронули разные эспектные темы, так что целостное впечатление сложилось. И, единственное, наверное, надо прокомментировать вот последнее выступление о том, что большинство рабочих не поймет. Вот я с Селектом согласен. Обязательно не поймет. И вообще, очень многие работники и рабочие, вот там сегодня замечательно, рабочие сказали, что находятся во власти уже идей, начиная с того, что они понимают. Мы с таким непониманием сколько угодно расталкивались. Вот сначала не понимали, что такое зарплата на уровне стоимости рабочей силы. Такое непонимание было страшным. А когда люди осмыслили, ну что, не так уж и просто. А кто сказал, что все сразу и поймешь. И ученые, которые на этом специально сидят, этим занимаются, что-то прям все сразу понимают. Нет таких людей. Разбираются люди постепенно. Так вот, когда разобрались, уже другая была претензия к нашим товарищам. Все же, говорят, вы не бойтесь за повышение зарплаты стоимости рабочей силы. Вот я не сомневаюсь, что люди, которые сейчас не разбираются, они не ответят, и не поддержат. Именно потому, что им некогда подумать. Именно потому, что вот они думают, что в одиночку можно выигрести и получили зарплату, если их второе, третье место. А мы вот здесь давно уже в этом вопросе разобрались и точно знаем, еще раз повторяю, уважаемые товарищи, что получает больше, израбатывает тот, не тот, кто больше работает, а тот, кто активнее, организованнее борется. Это закон профсоюзной жизни. Эти законы никому не направили. Кто пытается в одиночку противостоять армии капитала, объединенные, тот обязательно проиграет и обязательно будет власть копейки и считать нищете. И надо таких товарищей предостеречь, помогать им. помогать не тем, что идти у них на поводу, а тем, что восстанавливать правильные лозунги, добиваться победы и тем самым помогать им выйти на правильную дорогу, включаться в эту коллективную борьбу. Так что, я думаю, что процесс понимания долгий, и мы не только словами видим, а передовой практикой, и не сомневаюсь, что когда передовая практика даст подтверждение тому, что можно повышать зарплату при сокращении рабочего дня и наоборот, сокращение рабочего дня это самый главный путь и самая главная предпосылка для повышения заработной платы. Вот тогда люди пойдут активнее в профсоюз, будут активнее бороться, а не пытаться прекратить третью работу. Где они, как сегодня убедительно доказали, только сокращают свою жизнь и путь и прямо готовятся к мобилю. Конечно, поэтому путем не пойдут. Пожалуйста, есть проект постановления, с которым хотел бы ознакомить вас, ну и как обычно, председательная комиссия предлагает весь его за стол, рассмотреть, вернее, вопросы принять за слово, а дальше там тоже как обычно. Итак, постановление российского комитета рабочих о борьбе за 6-ти часовой рабочий день. Российский комитет рабочих отмечает, что сокращение рабочего дня до 6-ти часов при 30-ти часовой рабочей неделе без понижения зарплаты является одной из коренных характеристик улучшения положения современных работников. Оно даст им дополнительное время для повышения квалификации, участия в организуемых профсоюзами коллективных действиях, сбережения здоровья, общения с семьей. Активизация на такой основе борьбы профсоюзов позволит сохранить занятость, улучшить условия труда, приблизить заработную плату к уровню стоимости рабочей силы. Достигнутые в России уровень общественной производительности труда многократно превосходят имевшиеся в конце 1920-х годов, при котором осуществлялся переход к 7-часовому рабочему дню. Введение 6-часового рабочего дня будет стимулировать предпринимателей к развитию производства на основе повышения производительности труда. Сокращение рабочего дня до 6-ти часов без понижения заработной платы требует активной борьбы работников организованных профсоюзов. Российский Комитет Рабочих рекомендует рабочим профсоюзным организациям следующие. Первое. Считать сокращение рабочего дня до 6-ти часов при 30-ти часовой рабочей неделе без понижения заработной платы первоочередной задачей борьбы за права и интересы работников. Использовать основную часть высвобождаемого времени для повышения квалификации работников и их участия в профсоюзной жизни. Второе. Выступать на профсоюзных собраниях в поддержку 6-ти часового рабочего дня без понижения заработной платы, направляя решения собраний в вышестоящие профсоюзные органы, работодателям в средства массовой информации. Третье. Включать данные требования в составляемые профсоюзами проекты коллективных договоров и соглашений и вести активную борьбу за его принятие. Солидарными действиями российские работники добьются 6-ти часового рабочего дня без понижения заработной платы. Все. Продолжение следует... Продолжение следует...